привет дорогие друзья и подписчики так за троп снова с вами и сегодня мы прогуливаемся по набережной одессы как вы и просили показывать вам ее в любую погоду сегодня мы находимся вот в таком красивом месте такой красивой лестнице спуск бары к ресторану моему показывали весной когда его там немножко разбила разбомбила в морем потом к лету его восстановили и сейчас мы идем опыте по ступеньке правда тоже надо ходить аккуратно потому что они уже прогнили хотя всего лишь постояли один сезон такая качественная доска нынче и так идем вниз зоотроп работы для вас показываем самое интересное самое красивое погнали с вас подпиской лайк так дорогие друзья вот то самое заведение как раз видите в него можно зайти частично дальше его перекрыли а там можно подойти вам показать это то заведение которое зимой прошлой смыла я думаю что этой зимой будет то же самое смотрите нижняя часть вся все трубы все полностью ржавая попрогнивала никто с прошлого года ничего не восстанавливать их просто накрыли до досками досками и вы на них отдыхали ну хорошо что вам высота небольшая да если вы провалились то недалеко ну а если с верхней вот с этой палубы та же самая картина точно также гнилая если писать все не дай бог вы упадете на нижнюю палубу или не дай бог в море думайте всегда когда вы отдыхаете в таких заведениях летом это выглядит очень красиво но вы всегда посмотрите наши ролики зимы и вы будете понимать куда можно куда не нужно может лучше просто выйти таки на песочек и отдохнуть на песочке идем дальше посмотрим еще одно интересное заведение которое очень красиво вам показывали в прошлый раз хорошую погоду вчера говорят его очень сильно побило штормом идем прогуляемся к нему пошли в сторону 16 фонтана итак дорогие друзья сегодня будет все больше таких дальних кадров потому что многие из вас пишут что я слишком часто появляюсь кадре крупным планом я решил издалека мы вам показываем море мы вам показываем красоту и то что вокруг нас напишите обязательно как качество съемки вам нравится больше точно вариант съемки такой вот отдаленный или все-таки когда мы крупным планом близко посмотрите как красиво и вот если все это заведение с обратной стороны как его подмывает и как его разбивает с этой стороны море ну а мы с вами как я уже сказал двигаемся в сторону 16 фонтана погнали настоящие одесситы всегда в такую погоду в них в любую погоду но особенно в такую погоду выходит подышать едированным воздухом это очень классно и очень приятно видите сзади нас гуляют женщины впереди то сразу можно увидеть настоящих одесситов приезжих в основном сейчас нет здесь на в такую погоду на море только одесситы и одессит всегда знает посмотревши утром в окно на море будет сильный шторм или не очень в какую сторону ветер какой прижимной отжимной и так далее даже при сильном ветре сейчас море можно сказать почти спокойно в отношении добавили по вот так в сравнении со вчерашним днем мы вам показывали и вот такое вот красиво солнце и покажите нам оператор пожалуйста горизонт как красиво на горизонте сегодня солнышко сегодня целый день обещали дождь но мы выбрали утром был дождь сейчас тоже вот немножко накрапывает но мы выбрали вот это время для того чтобы быстренько пробежаться по пляжам и показать вам красоту сегодняшнего осеннего ноябрьского одесского моря мы находимся сейчас возле ворот при пляже ривьера как написано здесь непосредственно и входных табличках многие из вас могут его помнить те кто здесь летом бывал и конечно могут упомнить по нашим некоторым роликом и нас пару недель назад может быть месяц гуляли вот здесь проходились а теперь смотрите вода при том что сегодня уже отжимной ветер и отлив то вода подошла полностью вплотную к стене то есть песка нет а люди если вы помните вот здесь мы гуляли снимали в начале осени ну вот я в начале октября на месяц назад было вот там вот люди отдыхали на пляже гуляли с собаками игрались играли в волейбол вот такая вот картина и только одесские ценители птиц и кошечек кормят в любую погоду что кошек что птиц вот и девушка подает пример всем как надо относиться к птицам нужно взять корм прийти покормить ведь им тоже холодно им тоже нечего кушать в такую погоду они тоже входят в зиму кормите животных любите животных и оставайтесь зоотропом мы идем дальше и так конечно морские пейзажи продолжают дальше нас радовать справа от нас был рыбак у часто сложился переходит дальше виктория покажи нам рыбака в такую погоду он однозначно стоял на камбала но судя по пустым рукам наверно камбала не пришла слева от нас люди гуляют с собаками и действительно в такую погоду это классно и приятно оставайтесь с нами гуляйте на море с нами и сами и вот такая вот шустрая собака догоняет мяч умница взяла лучше значит хорошая рабочая собака которая точно также ходит явно на охоту а водичка довольно таки тепленькая в некоторых местах даже люди купаются мы сегодня когда проезжали в районе аркадии то люди купались мы отснять не успели но это реально прикольно мы сейчас находимся в районе ресторана кораблик многие из вас узнают он находится справа от меня для вас слева вчера вот здесь непосредственно когда был сильный шторм все вот эти их качельки скамейки детские горки просто были покрыты водой и действительно шторм забивал вот аж сюда до стены посмотрите полностью по подмывала все фундаменты все по подмывала сейчас все это в конечном итоге просто присыпется обратно песком но моет песка они подсыпят песка никто ничего не будет усиливать поэтому когда вы гуляете с детьми особенно с детьми на вот таких вот детских горках помните о безопасности ваших деток а тут вот такая вот красота когда ветер мне нравится вот флажки сделали класс особенно не знаете нравится в некоторых местах в городе сделали флажки разного цвета желтые и голубые это реально очень красиво и очень патриотично находите красивые места в городе находите красивые места в украине сами и конечно вместе с нами зоотроп работает для вас а мы погнали вперед огромная просьба ко всем людям которые выходят гулять на свидание просто навстречу друзья убирайте телефоны в сторону вы знаете иногда так смешно смотреть вот так сейчас вам виктория перейдет и покажет камеру вот эту самую кабинку мы не будем конечно мешать людям в их свидании но вот смешно наблюдать сверху когда они пришли подарил красивый парень букет девушки заказал какие-то блюда заказал вино и они оба сидят в телефонах они не общаются они не разговаривают они не целуются в конце концов да как делали это мы в нашей молодости они просто напросто тупо втыкают в телефон откладывайте даже если вы смотрите youtube канал зоотроп в этот момент лучше отложите погнали дальше какая классная парочка ездовых собак супер вам надо сразу уже сани или телегу они вас будут катать красавцы красавцы друзья вот тут еще над корабликом многие из вас мы всегда проходим по нижней аллейке многие показали попросили показать эти дома которые настроили прямо здесь можно сказать в приближении на пляже многие знаешь здесь была зеленая зона а сейчас здесь дома выросли там двухэтажные тут четырехэтажные дальше он 7 и 8 этажный следующие дома то есть полностью вся набережная вот это склон зона склонов застроена при том что были суды были аресты но вы сами понимаете деньги решают все вот так застраивается прибрежная зона одессы многие говорят что конечно должно быть во многих цивилизованных странах это так это не совсем так дома строятся в прибрежной зоне но должна быть цивилизованная организованная площадка прогулочная зеленая зона для людей они так что вплотную эти дома стоят здесь не у всех есть канализация у некоторых есть проблемы с этим но это отдельная тема отдельного ролика сегодня хорошим сегодня о море и мы идем дальше по побережью прогуливаясь еще между 10 и 13 какая есть интересная инста локация которая кстати между прочим продается кому интересно приобрести недвижимость в прибрежной зоне скажем так даже в это сложное время мы с вами конечно покажем она хоть и деревянная да не представляющий архитектурный скажем так какой-то особенности скажем так но это ведь интересно когда вот такая вот башенка с видом на море тут можно сделать красивый ресторанчик как когда-то был кому интересно номер телефона 067 483 0333 явно агентство но все-таки честно не знаю на каких условиях продается прибрежной зоне здесь и заведения скорее всего здесь долгосрочная аренда но это вы можете кому интересно узнать непосредственно по телефону который мы вам указали а мы двигаемся сейчас дальше пока нас дождик сильно не намочил мы наверное продолжим путь в сторону аркадии 16 мы вам недавно показывали аркадию мы не показывали давно интересно после вчерашнего шторма как пережила это пережил этот деревянный настил всю эту ситуацию погнали в аркадию как было бы красиво да если вот здесь бы не было вот этого вот дома для бетонной стены а было бы продолжение трассы здоровья правильное продолжение него такое как здесь да я согласен классное место оторвали на площадка для занятия спортом с видом на море но не так все должно было быть тут должна была быть трасса здоровья площадки пожалуйста делайте домов здесь быть не должно но по крайней мере такое наше мнение но мы подходим уже с вами непосредственно к набережной аркадии которые многие знают под названием плиты здесь сейчас такую погоду особенно классного ловить камбалу вот эти трасса здоровья и вот любимые плиты такая там волна бьет об них тут вот такая вот красота на плитах хотя видите шторма как такового почти не было там да тут реально шторм и красиво добивает аж наверх многие люди приходят фотографироваться снимать ну и мы конечно не могли пройти мимо не показать эту красоту любимое наше черное море друзья все для вас для всех наших подписчиков для всех наших спонсоров всем огромное спасибо что вы с нами без вас нам очень сложно и как быстро двигаются тучи на море находятся конечно смельчаки которые выходят на ступеньки и на плиты для того чтобы посмотреть ближе на море но мы сегодня так близко подходить не будем потому что мы не хотим быть мокрые мы хотим продолжить путь в сторону аркадий для вас он сейчас будет красивый удар такой волны да море действительно красивая но безумно страшная стихия особенно черное море почему называется черным потому что когда она в гневе в штормах моряки его прозвали именно черным потому что он становится черного такого темного багрового цвета и она одной из самых страшных морей в мире в плане штормов потому что волна имеет такую амплитуду которая часто переворачивала суда старые поэтому море действительно в штормах признана одним из самых скажем так ну страшных для мореплаваний итак давайте с вами продолжим путь к аркадий вы помните конечно же эту стену когда тут было непонятное граффити но кому-то может понятно для нас не совсем тут нарисовали вы помните забеливаем показать забеливаю эту стену и вот рисовали новое граффити такой в морском стиле с качелькой с велосипедом более спокойным скажем так красивом стрит-арте не просто белая стена хотя тут если бы тут росли бы несколько деревьев было бы тенечек на этой набережной сделать вот здесь лунки посадить деревья то это было бы гораздо интереснее и красивее как вы думаете по этому поводу ваше мнение напишите пишите больше комментариев пишите больше что вы хотите видеть что вам показать по одессе по украине какие может быть конкретные места перезаходите на второй канал смотрите про улицы одессы мы возобновили ретроспективу про улицы одессы вчера вышел интересный ролик про переулок гагсбурга многие думают что даже наверно не знают потому что это новое название 16 года она но обязательно зайдите посмотрите это переулок в районе нового рынка очень интересный колоритный а пока мы идем волны нас сопровождают такой вот красивым переливом тут чем интересно то получается не просто ровная ровные плиты а ведь идут такие маленькие буны каждая волна бьется об эту буну и получается отдельный всплеск но опять таки тут и сделали а дальше за год так ничего и не восстановили и дальше просто-напросто где под деревянным настилом происходит разрушение набережной и так идем дальше и вот друзья мы не соответственно той части где вы помните были провалы где были ямы огромные где-то все сливалось вниз сделали здесь деревянный настил вот он простоял его сделали в мае месяце или в апреле месяце этого года он простоял полгода честно сказать ну в местами он уже провалился местами он прогнил местами уже вот как здесь восстанавливали вот видите вот и вот уже кусок новый ну а тут дальше все это все эти плиты дальше рушатся и падают естественно вчерашний шторм добивал вот аж сюда до стены до этой здании тут пройти было вчера невозможно ну я уверен что он зиму переживет но переживет так очень сложно самое главное что вся эта конструкция очень опасно для того кто здесь ходит и ездит почему потому что в любой момент мы можем провалиться вниз на на прогнил поэтому помните об этом обязательно когда ходите здесь с детьми держите их за руку ну а мы прогуляемся чуть дальше и покажем вам уже ближе к аркадии как на сегодня такую красивую погоду у природы нет плохой погоды как сегодня себя чувствует аркадия и сколько в ней людей эти люди гуляют собаками собак очень много это действительно не может не радовать в любую погоду выходите на воздух не сидите дома зоотроп работает для вас погнали друзья вы знаете прогуливаясь дальше вот увидевшись здесь что здесь часть уже набережной смотрите восстановили заново это уже то что было сделано весной ее заново восстанавливали а теперь смотрите такая вот есть надпись интересная только в нашей стране такое возможно увага связку с необходимостью проведения обстежения та геологических вишукувань береговой линии для подальшой разработки берегокрепительных заходов проводится работа с темчасового демонтажа деревянного настилу набережной его положили новой то есть он проломался типа сделали берегокрепительной работы исследование подбери після проведения обстежения пешеходную часть набережной будет видновлено просим его выборщения за часовой назовности только заметьте пешеходную будет видновлено ее видновилы опять деревом которое опять после зимы будет разбито ну вот такой вот ремонт на который списали в очередной раз деньги хотя могли один раз сделать нормально как положено с отводом воды с отводом бетонную и это было бы дешевле и это бы стояло вы знаете очень многие из вас смотрели конечно наши ролики про гагаринское плато почему и вот в этом в этом месте остановился чтобы вспомнить эту тему и поднять поговорить смотрите отсюда очень хороший вид на гагаринское плато вот оно начинается и вот там она заказывает вот это аркадия вот внизу это сверху гагаринское плато обратите внимание сколько домов настроено на гагаринском плато в данный момент и вот там в середине и с краю еще дома дальше строится причем дома двадцати четырех двадцати пятиэтажные и И огромные, огромные бетонные конструкции. Представьте себе, сколько это плато может выдержать. Кто бы что бы не говорил, кто бы не говорил, что это сваи, это хорошие фундаменты. Ребята, ничего подобного. Это большая проблема. Под ней пустоты. Мы вам показывали катакомбы Аркадия. Мы вам показывали катакомбы и пустоты под Гагаринским плато. Представьте себе, какая может быть беда, когда все вот это плато просто-напросто пойдет вниз. Оно не обвалится вот так. Оно сползет вот таким вот образом. Многие из вас, конечно, наверное, помнят масштабный оползень в Сан-Жейке, когда вы под Южный можете посмотреть наш ролик, как грунт вот так вот, вот он стоит, потом он выдавливает вот так вниз. И в море получается выпуклость, а этот уходит вниз. Вот то же самое произойдет здесь. То есть оно не обвалится вот так. Оно сползет вниз, вот та часть нагруженная уйдет вниз, это выпучит еще больше, и вот здесь получится небольшой остров. Конечно, остров потом размоет, дома сложатся. Дай бог, чтобы не было жертв. Помните это и берегите себя. А мы идем чуть дальше. Итак, дорогие друзья, знаете, вспоминается сейчас песня, да? А я маленький такой, а я маленький такой. Действительно красиво в море. Мы нашу Викторию оставили возле берега там, потому что здесь забивает периодически волна. Вы видите, как пустая поднимается быстро вода. И действительно, она заливается на пирс. Но ни пройти, ни прогуляться по этому пирсу, конечно, мы не могли. Вы знаете, кто-то в Одессе показывает шаурму. Кто-то показывает блюда липованской кухни. Кто-то показывает привоз. Но азоотроп показывает все и сразу. И самое главное, наше любимое Черное море, как вы и просите для вас, друзья. Мы показываем интересные места. Мы показываем, к сожалению, проблемные места очень часто. Но без этого невозможно. Потому что если мы, все мы, я не имею только ответ на мых зоотроп, я имею в виду мы, все блогеры, не будем показывать проблемные места. Вот такие разрушенные пирсы, как вот здесь, где можно ямой провалиться и поломать ногу. Если мы не будем показывать разрушенные набережные, если мы не будем обращать на это все внимание и заострять на это внимание, то ничего двигаться не будет. Конечно, вы должны показывать прекрасное, вот, к примеру, уточки, но при этом на проблемах, которые заостряем внимание. Конечно, показываем все это для вас. Зоотроп работает для вас. Я надеюсь, меня было слышно. Ну, а если нет, то будет просто глухонемое кино, как маленький мальчик идет издалека по морю. Почти как по воде. Помните, как в одном интересном фильме, да? Пшел вон, щенок! Погнали дальше. Вы знаете, вот идя здесь, интересно посмотреть на Гагаринское платое. Вот сейчас дерево впереди нас. За деревом спрятался купол церкви, армянской церкви. Так вот, вы знаете, вспоминая начало 2000-х годов, конец 90-х, то самым высоким зданием на Гагаринском платое была как раз церковь. А сейчас церковь уже практически даже не видно. Там с некоторых только ракурсов видно шпиль, купол. Но вот как-то так. Такая вот бетонная красота. Ну, относительно. Для кого-то, может, это хорошо, для кого-то кто-то опять скажет, что это классно, это развитие города. Да ничего подобного. Не в этом развитие города. Конечно, строительство нужно. Нужны новые дома, нужна новая архитектура. Но не вот так вот бездумно на одном Гагаринском плато напихать столько 24-этажных домов. Кто помнит наш подробный ролик про ползневые процессы Аркадий, мы вот тут тоже проходили и показывали, как сползает грунт над вот этими зданиями, как они тоже ползут и давят на набережную. И вот спустя время мы снова пришли на это место. Посмотрите. Только ухудшилось. Ухудшился процесс. Еще больше сползает этот грунт. Хотя видите, здесь как бы бетонная стенка, бетонная подготовка. Здесь есть опора. Контрафорса можно ее назвать. Но при этом вот такой вот здесь перепад. Ну, Виктория, стань рядом, чтобы было видно, насколько... Вот, видите. То есть полностью, скажем так, Вики по колену. То есть это, грубо говоря, там хороших 40-45 сантиметров перепад этой ямой. Ну, такая вот картина. Это при том, что здесь срезанный грунт и заезд в морскую симфонию. Вот эти дома, помните, мы там гуляли сверху и показывали, как все это обсыпается. И падает. К сожалению, как-то так. Наша любимая Аркадия. А тут у нас вот такие вот есть зеленые кони. Или лошади. А многие даже не знают, что они в Аркадии есть. Извините. Что-то я аж на лошадях. Аж захыкался. Идем дальше на лестницу на Гагаринскому плато. Вот она, соль на своем месте. И вот она, пустая Аркадия. Бывшая водолечебница. Мост трамвайный. Разворотный. Справа Ибица. Законсервированная на зиму. А слева аквапарк. Честно, здесь такой ванизм канализации, что вам даже не передать. Просто ужасно проходишь. Аж, извините, хочется вырвать. И так идем чуть дальше. А ведь немногие знают, что вот это вот заведение, которое сейчас здесь, ресторан наш, это бывшая трамвайная остановка. Это трамвайный круг. Но те, кто, конечно, смотрел наш ролик с Аркадией, с нашим другом, то, конечно, вы об этом знаете. Ну, а другие могут посмотреть и узнать об этом сейчас. И так идем дальше. Когда-то по этой самой лестнице с Гагаринского плато спускался непосредственно сам граф Гагарин, благодаря которому названо Гагаринское плато. Да, бытует легенда и многие знают, точнее, рассказывают, что Гагаринское плато это благодаря Юрию Гагарину названо. Но это не так. Это был князь Гагарин, имение которого занимало все Гагаринское плато и прилегающая Аркадия. Но это отдельная тема, отдельного ролика. Хотя, может быть, когда-нибудь мы вам это и поведаем. Если вы, конечно, не смотрели нашу экскурсию с Владом Масленко. Ну, а мы, конечно, идем к морю. У нас впереди наша Итака. Мы прогулялись сегодня по интересным местам. Мы надеемся, что вам это было интересно. Так же само, как и нам. Мы, конечно, сильно с Викторией замерзли. Очень холодно, идет дождь периодами. Мы пытаемся прятаться. Сейчас тоже, не знаю, сильный ветер, слышно меня будет или нет. Действительно, сильный ветер. На этом мы будем заканчивать, потому что сейчас явно будет ливень. И мы, нам еще надо успеть добежать к машине, а машина стоит аж на 10 фонтана. И так мы с Викторией побежали. Друзья, вам спасибо огромное за подписку, за лайк, за то, что вы с нами. Зоотроп работает для вас. И, конечно, вся его команда. Наша Виктория тоже сегодня работает для вас. Вот так вот, закутанная, одетая, замерзшая, но при этом для вас. И так погнали вперед. Спасибо большое всем и каждому. Спасибо. 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 Спасибо.